всем привет ребят ну что у нас сегодня будет интересный для некоторых персонажей я не знаю каких назвать видосик которые любят бомбить прошлый раз я открывал сундуки лабиринта я не просто так это дело но видимо некоторые не понимают что такое халява этой дидже это когда вам предлагают бесплатного огнекрыла его по сути там нет и к ним там бомбящие комнаты я конечно улыбаюсь к людям не доходят пишут кликбайт кликбайт это когда поставил одно а показываешь по другое я все правильно показал и показал суть того как вам обещают халявного огнекрыла и какие шансы на его получение конечно же у разных где разные шансы там разные аккаунты разные все сервера то есть до обновы я вам скажу так падала намного лучше но я открыл 600 сундуков и я не выбил нифига при том что его можно купить здесь за 10 долларов то есть он не стоит их денег из тех усилий которых там надо полгода ребята бегают вот бегают и собрали по 20-30 осколков это того не стоит на некоторых серверах их раздают уже давным-давно без донаты получили их просто у нас сегодня видосик будет именно о локациях которые просто на мое мнение уже не актуальны бесполезны и убиты окончательно первая из них это конечно же лабиринт на которой вы в принципе можете ну смотря кто как делает кто тратит полчаса я для того чтобы его на full запармить до 50 этажа да то есть чтобы пробежаться до максимума мне надо как минимум если просто напрямую вот так вот бегать сразу же там допустим либо через юнитов где-то два с половиной три часа это для мобильной игры я вам скажу это до хрена при том что времени здесь у нас на игру всего лишь три дня ну ладно там по часу полтора в день на одну локацию это это я считаю хрене в итоге получить по сути нифига вот вообще просто нифига ни одного осколка там некоторые расходники но я считаю это локация того не стоит и многие в нее даже не бегают она бесполезна следующий вариант но лично для меня это к башка уже кучу продают если раньше не было у нас много сундуков то сейчас их можно получить и без доната их получают взять даже то же самое мою сарделью там тоже сундуки падают я вам скажу так максимум что вы там можете нормально нафармить это эмблемки вот недавно просто поменяли вот в принципе этим они эту локацию исправили но по сути она никакого смысла вот задротить я задротил раньше на русском сервере до 30 к башки и каждый день по 40 минут по часу я просто бегал фуловые попытки откатывал то есть две с половиной три тысячи самоцвета в день полугода мы бегали но не полгода на месяца два три это точно чтобы откатать полностью эту 30 лавала она там 30 лавала все круто потом выходят сундуки с которых дают там по 2000 по 1000 и ты понимаешь что у тебя просто заходишь на базар там не знаю сейчас мы посмотрим любой рынок тоже взять здесь сундуки 150 сундуку что это полтора миллиона да там падает по моему или если они что не 150 к сейчас посмотрим нету сегодня тут сундуков таких ну не суть день через день продаются эти кристаллы которые нужны очень для прорыва для красные кристаллы синие это просто просвет и качать а вот именно красные они очень нужны для ковки руны для прорыва и ты понимаешь что эта локация просто бесполезно поэтому видите у меня здесь просто первый лавр просто мы здесь отдыхаем и бессмысленно это все делать потому что у тебя по сути расходников дофига ну-ка башка еще ладно не и поменяли вот заходите раз-два и все у тебя плюс 300 тысяч там есть эти кто плюс 7 миллионов ну то есть вот так вот дальше следующая локация это у нас смотрите ли они все конечно смотрите ли но по большой сути ну там только донаты только с топовыми составами могут получить вот эти вот плюхи то есть тут первые списки которые есть кто первые списки да там получить вот эти вот эмблемы это надо хорошие доната и плюс задротство то есть локация по сути никакого интереса не несет себе без донат этого не получит донаты в принципе ну я не знаю кому там хочется задротить задротят но вот эти вот плюхи и трата вот допустим на то чтобы 10 убить это как минимум надо там ну так хорошенько ну минут 40 50 и за то чтобы попасть в десятку то есть даже даже если взять такой вариант там но я не знаю на без донаты вряд ли тут вот напишите кто именно без донат убивает 8 штук мне просто интересно именно без дона то есть по сути вот эти вот плюхи да они классные все но тратить на это кучу времени бессмысленно вот то есть для меня это тоже локация такая на которую я просто снимаю вам видос показываю разные вариации кучара всего то есть для меня это чисто контент для обычного человека тут еще надо героев подобрать чтобы они были с определенными чарками то есть ну она бессмысленно просто она не несет себе затрат эти которые вы на нее ну то есть она не восполняет ваши затраты архидемон аналогично чисто ради интереса локация потеряла любой интерес как для донатов таки для без донатов просто можно можно зайти получить минималку то есть вы заходите там смотрите первый список то донаты да даже я со своими героями ладно там плюс минус рандом чик но первых вот этих пять только у нас там а дальше у нас уже идет стабильность то есть один раз заходите набиваете тоже как бы локация которая уже не актуальна на сегодня она не несет в себе никакого интереса эти кулаки просто зайти зафармить ну то есть такое чисто интересно бить больше чем другие но полезности никакой в этом нет дальше самое интересное с прошлого обновления у нас был введен блиц турнир все круто все там ликовали там можно за минималку получить опять же за донат получить героя в данном случае это у нас был я даже не бегал как вести у меня есть но я даже не бегал это все потому что во первых попасть в топ надо каждый день фармить то есть фармить только через кликера и только через battle pass без него вы просто но у вас будут герои сливаться и вам придется тратить самоцвета донатом же проще они просто выставляют кликер и фармят все время и в итоге надо все время фармить чтобы попасть в сезон то есть тут первые места набили 6800 то есть это надо все время нападает нападать нападать но бессмысленная локация единственное что плюхи получить но опять же без донату ну до 50 без донат не дойдет может кто-то из бездонатов там и дошел я не знаю как надо было задротить вот напишите мне в коменты то кто с бездонатов до куда дошел но в реальности в реальности я вот даже бегал там последние дни но 2323 этих по сути надо максимум чтобы пройти полностью весь этот сезон 50 то есть как минимум каждый день надо тротить и причем нормально дротить и проходить все задания но я не знаю для меня это честно говоря бредовая локация особенно для без доната там даже если плюхи дают там халявные плюхи все круто но локации хрень полная самое интересное следующая локация это наша битва гильдии которую просто тупо засрали из-за талантов из-за героев зефиры я вам кучу разных вариаций сейчас уже созвездия пошли я вам прохожу одним героем ворожаем топов стоп героями зефирами донатными 30-ми пофиг все для того чтобы на битве гильдии хоть что-то даже даже любой дав который ты не выставишь тебя все равно будут проходить при наименовано при наличии таких же героев как у тебя там либо похуже любого топа можно пройти нету ни одной раз ты которую нельзя пройти все зависит естественно от ваших прокачек от героев то есть по сути все вливания которые вы делаете в т.д. они бессмысленны вы прокачиваете герой это тоже бессмысленно вашу базу легко пройти единственный вариант был и если вариант который я на сегодня вижу это спасение битвы гильдий это чтобы засчитывала победу только когда убирают убиваешь героев но при наличии последних талантов таких как маскировка танец лезвий или как там у на blade dance можно сделать героев которых нельзя убить тот же самый зефири который вы можете не слить тоже самое фрея тот же самый огник то есть при определенных прокачках вы ничего этим героем не сделаете вы их не сольете вам не хватит времени соответственно тот вариант который лайн раньше был интересен он уже не актуален за того что они понаводили кучу чарок кучу талантов кучу всего кучу созвездий и ты просто понимаешь что то что ты строил там год два три на сегодня он заходит пацан он просто донит там 100 200 300 баксов он просто твой дав вот этот нахрен весь разбивает и все то есть вы бы там братство не сделал это все проходится то есть вот так вот так же для меня непонятно локация фонтан но она на некоторых серверах работает это тоже можно назвать локацией июня запускают просто тупо чисто вот раз в месяц раз в полгода там запустят на некоторых серверах она работает довольно таки часто раньше была привязка к архидемона но видимо они поняли что архидемонов бю часто им лень нажимать на кнопочку чтобы запустить акцию не и не запуская то есть это тоже локация очень интересная была то есть для бездона ну по сути они так ничего не добились арена то же самое то есть я играю в кастал кашню даун там арена интересная они реализировали во второй части классную арену на которой можно хоть какие-то делать моменты по этому тактику то есть какие-то тактики но по сути у нас арена это просто взял напал выставил героев там пошел убил и на этом все закончилось то есть ну просто тупая локация которая не делает атака фортов то же самое они там сделали новую карту все круто то есть больше вариаций но они такими со спамом не решили ничего даже там по моему если они сапожи поменяли немножко правила я никогда не уникал в это сама суть от атаки фортов не изменилась то есть у нас по сути добавляется каждый раз какая-то новая локация на сегодня еще есть одна очень обалденная локация это лона лиси одинокое море и рифт излом там рифт в общем две локации которые классные с плюшками просто обалденные но я скажу так там даже если ребята ходят без донатами вот ребята пишут бездонатные есть плюхи я вам просто покажу саму сам смысл локации у вас есть герои которых вам типа навязываю вы соответственно будете получать лучше лучше сундук то есть если вы соберете тренинг вы будете получать самый кайфовый сундук данном случае вот этот легендарный из которого вроде как бы падает топовые плюхи но бездонат эту локацию проходят те которые играют уже очень давно у них есть 95 процентов героев и больше чем уверен хорошие герои с хорошими прокачками из прочим бездонаты которые играют там вот полтора даже два года они не могут ее пройти потому что надо хорошие таланты надо ну есть варианты я не спорю на это единицы могут быть смотря какой сервер все зависит от сервера говорю чисто за русский сервер то есть единицы проходят эту локацию я с донатными героями бегаю с донатными пачками и бывает что сливаются бывает 20 минут 10-15 то есть рандом ну в общем это надо опять же под эту локацию надо офигенные чарки офигенные таланты офигенные эмблемы хорошие прокачки этого тоже без донату сложно понять и они сделали эту локацию отсюда получать 9 руны то есть прикол в том что эту локацию фармить сложно и здесь дают 9 эмблема ну 9 руна на таланты а во второй нам дают 10 которую фармить по сути намного легче есть куча локаций вот например вот эти вот все там мессы шмессы пх-шки которые никто не бегает никто их уже не бегает никто не бегает на эту первую я не знаю там просто вот нажимаешь не вот еще бегают ребята это нифига себе вот это прикол в этот близкий сервер зависит конечно от сервера но тут даже бегают ну все ребята это им было косы ну по сути а ну нафиг не надо я считаю можно было бы сделать это более интересная замена то есть следующих обновлениях добавить что-то более стоящее изменить старые локации куча старых локаций тоже битва гильдии атака фортов которые раньше было интересно был какой-то азарт сейчас заходишь одним двумя героями там с деревом просто зашмонал и все здания разбил разбомбил и кричишь я им по и всех шатая всех шатаю таланты все я не представляю что будет у нас следующие в ноги но это будет думаю весело поэтому не знаю для меня вот эти локации просто потеряли какой-то ну смысл какой-то интерес и таких локаций с картным днем все больше и больше те же волны там и все остальное они будут просто один талант который перечеркивает все ваши прокачки одну чаргу которая просто стает им имбоносно и она просто все ваши предыдущие прокачки нивелирует и вот так вот у нас от обновы до обновы это печально пока они этого пока они это точнее поймут уже и так куча игроков забили не играют а будет еще больше а вот и не интерес игре пропадает потому что нету локаций которые хочется фармить и реально в которой хочется играть бегать что-то думать ну просто вот просто бессмысленно вот поэтому пишите коменты какие для вас локации не интересны что он засняет что вам показать кто где бегает то есть идеи можете свои писать будем это все реализировать смотреть но блин хотелось бы какой-то обратной связи с разработчиками потому что ну они там на некоторых кидают обратную связь но они не понимают самой сути что они делают уже давным-давно ставку на донат и тем же убивают ну даже для донатов то есть у меня топовый аккаунт у меня топовое все мне просто неинтересно даже донатит потому что я понимаю что следующее обново мне придется переделывать опять же всех героев но бессмысленно не так хватает с головой я знаю что выйдет одно во дверь мне придется опять все менять она все станет не актуально то есть я понимаю что мне просто нету смысла в это играть и донатить и также точно думаю многих донатов они просто стоят сидят и выжидают что же следующим появится появились 10 эмблема сегодня они стоят 100 баксов 10 штук на следующий день 50 через два дня 25 потом их будут сотнями продавать какие остальные таланты то есть ну никакой скажем так ценности в игре нет каких героев какие ресурсов каких-то то есть она все теряется 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 и разница серверов по донатам тоже очень заметно по акциям тоже очень заметно многие бегают туда-сюда можно было бы каждый сервер либо сделать один сервер и просто тупо трешивать на нем поставить единую саму какую-то и сделать все по-нормальному я даже по блин я играл бы просто там даже забрали бы у меня вот эти все мои накопления ради того чтобы я знал что там будет какая-то стабильность и ты там играешь ты понимаешь ради чего ну к сожалению эта игра и разработчикам виднее куда они идут они открывают новые проекты потеряли пошли а мобилка это классная она до сих пор как бы многим интересно но будем ждать следующие но посмотрим что там будет в общем вот так вот пишите комменты ставьте лайки всем удачи всем пока